так всем привет вот такая маленькая коробочка мне пришла сильно я ее не буду показывать но можете догадаться что здесь все догадываться до название будет в принципе да а название сделаю так новый проц для моего пока сразу скажу что у меня был 2 700 x и вы видели его в прошлых обзорах я на нем рендерил очень хорошо 1080p даже в 4к но когда оборудование для 4к у меня стало более современным и она начала весить очень-очень много именно видеоролики не по 4 гигабайт а по 24 гигабайта и очень сложно их стало рендерить в общем на 2 700 он до справлялся но требовалось уже час-два для того чтобы например полноценно 30 минут там 40 минут от рендерить в общем сделал я подарок в этом году для своего основного компьютера на котором будет у меня именно обработка видео и за счет того что у меня остается то железо будет у меня пересобираться компьютер для трансляции потому что там процессора к сожалению ай 5 не хватает и поэтому 2700 x поедет непосредственно как в компьютер для трансляции а вот это будет у меня стоять в новом компьютере с новой материнской платы потому что там я уже все настроил и я оттуда возьму заберу только память временно потому что память я буду покупать 3600 потом gskill когда насобираю деньги ну на главное на основу я насобирала потом уже все основного у меня сейчас едет вентилятор с шестью тепловыми трубками потому что с четырьмя не справляется и все-таки шестерочку хочу поставить под вот этот процесс который у меня будет стоять для компьютера для трансляции короче ребятки вот эта штука стоит дороже чем в следующем видео я вам покажу материнскую плату какую я взял и немножко я про это расскажу обзоров на самом деле очень много я просто от себя рассказывать почему да когда что у меня было много вариантов потом и это у нас вот так вот уложен на дне процик нудненькие эти и муха не сидела у меня принципе где-то также упакован был мой самое главное посмотреть ноги вроде бы упаковка целая термопасту не положили визуально все целых ох какой тяжелый прям тяжеленный так так все хорошо да все хорошо короче сейчас я уже залапал он конечно сейчас обратно аккуратненько поставим короче ребятки было на самом деле у меня три варианта что взять 3 900 5 700 и 5 800 хотел я x 3d взять но ценник очень большой можно сказать не гуманный надо плюс 10к особо роли я не увидел я лучше перетерплю как-нибудь на 5 700 7 700 новый комп собирать это тоже не реал это плюс где-то 15 20 к тому бюджету который я израсходовал на этот процессор мне обошелся вы не поверите но в достаточно гуманные деньги дешевле чем 2 700 x я брал то есть новый процесс я взял за получается 13 300 13 300 за 5 700 это нормальная цена учитывая то что здесь под тдп получается у нас вроде 65 ватт у моего 105 греется он очень так скажем сильно мой именно 2 700 x и поэтому я взяла 6 тепловых трубок если что 5 5 700 4 трубки за глаза а вот 6 трубок это перебор но если хотите чтобы он был ледяной типа можете поставить 6 трубок но это того не стоит короче 5 700 можно разогнать в тдп до 105 ватт и нагрузка на получается на питание материнской платы будет ниже но у меня материнская плата тоже не дешевая и про это я расскажу в другом ролике короче 5 700 x я посмотрел что многие люди гонят их достаточно прилично за счет того что у них маленький тепловой пакет то есть всего 65 ватт если я не ошибаюсь я могу как бы путать потому что я изучал очень много архитектур процессоров и суть такая что по идее для рендеринга он получается процентов на 30 на 40 быстрее 5 700 x по сравнению с темой 2 700 сравнение я потом приведу по бенчмарку который у меня есть я все железо там тестирую и у меня недавно получилось откатиться на у меня пинакл да получается откатиться биосом до версии в которой он более-менее стабильный я прям долго искал там на рабе усов 40 блин из которых мне пришлось выбирать и в итоге я нашел стабильную версию при котором не получилось до 4 и 1 гигагерца разогнать 2 700 он греется как очень не знамо что но есть там такой как бы плавающий разгон получилось в принципе даже до семерки дайте но оперативка не держит она получается в xmp или как он этот режим называется 3 200 короче плохо держит частоты когда процессор разгоняется и вот это мне не нравится потому что напряжение уходит потому что процессор очень много жрет и поэтому он уходит в тепловой разнос температура у него где-то 80 90 летом за 90 поэтому короче 5 700 x а то для трансляции с 6 тепловыми трубками пониже температуры лучше возьмет разгон меньше будет нагруз короче я понял как тут разогнать как тему управлять и поэтому я взял 5 700 x на новой материнке для своего основного компьютера более современный процессор который позволит как раз где-то примерно уменьшить с часу рендеринга видео грубо говоря до получаса как я full hd конвертировал ну и плюс сейчас еще идет в комплект я так забегая вперед более скоростной ssd тоже получилось взять на распродаже но об этом все в будущем в общем почему взял 5 700 они 5 800 потому что 5 800 у него 105 тдп получается он греется сильнее также на и очень сложно его разогнать то есть тем более с четырьмя трубками ну я так предположу что короче там из-за того что еще кристалл меньше технология другая получается он еще сильнее перегревается из-за площади площадь уменьшена и это отрицательно сказывается на разгоне соответственно и на стабильности поэтому 5 800 например гнать плохо получится в большинстве случаев в общем люди берут 5 700 гонят его и получают выше чем 5 800 разогнанный ну я так понял и поэтому я стал доверять этим обзором потому что их очень много и все зависит опять-таки от проца но вот у меня 2 700 я говорю до 4 и один максимум разгоняется а дальше материнская плата b450 она не может ну не могу я настройки подобрать чтобы она стабильно держала и в память не упиралась то что память не держит хотя память поддерживается материнская плата короче вот такой сумбур короче 5 700 x пойдет в мою новую рабочую станцию в следующем ролике я немножко расскажу вам про материнскую плату которая взял и почему я взял и что да как да почему в общем на этом я говорю пока до новых встреч всем удачи